Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Какая главная задача? Как вы ставите перед собой, как художественный руководитель, главную задачу? Ну, это пропаганда инструмента. В основном это сохранение традиций и пропаганда инструмента. А как думаете, вы достигаете этой задачи, цели? Ну, это все сложно. Видите, я работала в музыкальной школе. Нет, сначала я работала в самодеятельности. У меня был ансамбль сначала в 1 мая, самодеятельный детский. Затем у меня был самодеятельный ансамбль на заводе «Красный выборщиц». Но я ощущала, что вот эта работа, она останавливается в каком-то периоде, и дальше развития нет. И поэтому я стала искать что-то другое, и я поняла, что надо профессионально заниматься обучением детей. И я перешла в музыкальную школу. Это была школа имени Андреева, тогда еще просто музыкальная школа. И вот там вот я открыла класс гусли. А почему такое решили создать, вот как здесь, такой вот ансамбль? Прошло время, да, и я больше не работаю в музыкальной школе. Мы создали Петербургский клуб гуслиров. Мы создаем концерты, играем. И вот прошло три или четыре года, и вдруг начали любители, которые приходили на наши концерты, они смотрели, они слушали, а они стали говорить, ой, а мы так хотим на гуслях играть, а давайте мы что-то вот сделаем такое, чтобы вот можно было нам собраться где-то. Ну и вот создалось предпосылки вот этого ансамбля любительского. Из-за того, что он любительский, вот мы ни о чем другом не говорим, только о гуслях. Мы пришли, никто не рассказывает о том, где он работает, и что он там делал в течение дня. Это все куда-то уходит, остается только инструмент, только музыка. Мы занимаемся музыкой, и то, что это разный возраст, это не имеет значения. То, что одни рабочие, а другие студенты, а третьи аспиранты и семинаристы, это совершенно не имеет значения. Потому что мы здесь создаем что-то общее, это музыка. Наш ансамбль, он не зря называется именно любительский ансамбль, потому что здесь все любители, в том числе и я. А скажите, кто может к вам прийти и заниматься на гуслях играть? Все, кто хочет научиться играть, все, кто хочет принимать участие в наших концертах, пускай это будет даже не в ансамбле, а просто хочет научиться играть на гуслях, он может прийти, и он будет учиться играть, и постепенно, приходя на наши концерты, он когда-то выйдет на сцену. У нас в прошлом году был концерт, посвященный гуслярам 20 века, и мы вот как раз только организовались, ансамбль только организовался, и надо было несколько пьес сыграть инструментовки Шалимова. Ну и вот с этих пьес так и началось, это довольно быстро, там за месяц мы уже освоили немножечко первые азы и уже выступали. У нас были репетиции в храме Ильи Пророка. Настолько мы там с хором пели, то есть хор пел, а мы его комфонировали. Настолько это было незабываемо, настолько это вот душевно было, ну вот даже не высказать. Все участники ансамбля были просто в восторге. И от звучания, и от музыки, и от хора, и от звука. Я считаю, что духовную музыку надо играть на гуслях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также руки могут перепутать струну. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь технически хоть и требуется Действительно усидчивость и старание Но техническая сторона гораздо проще Чем на той же гитаре, и конечно на фортепиано и на скрипке Таким образом гуссс – это инструмент для тех, Кто скорее хочет выразить себя, свою душу, Представление о красоте и хочет отдаться чему-то более глубокому, чем просто демонстрировать сложность техники. На струну и через струну, вот прямо так и смотрите, через струну, ставим пальчики, а большой пальчик рядышком. И не давим, просто держим. Вот так вот, как я держу. Слышите, да? Просто держим. Теперь вот этой рукой, пальчиком одним, мы попробуем сыграть красивый аккорд и тянем его вверх. Да, вот только верхние струны больше не трогаем. Вот остановимся, после большого пальца вот эту нучку сыграем и остановимся. Давайте. Лишняя была, да, еще раз. Прекрасно. Видите, какой хорошая гармония какая, да? Стоп-тутутутутутутут. Теперь вы можете играть вот этот аккорд по всему инструменту. Вот, сыграйте так его. Не торопитесь. Вот так, да. Хорошо, вот смотрите, теперь руку поднимаем, переставляем сюда, пальчики не крутим, да, и еще раз играем. Играем, ничего, не меняем пальцы, да. Играем. Да, поднимаем еще сюда, играем. 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 Еще раз. Вот отсюда уже. Так, играем сюда. По мне очень получается. Все, получается, красиво. Красиво? Да. Так, играем. Еще, Тонику, вот эту вот обязательно нючку сыграть еще раз. Выше, выше. Вот. Хорошо. А вот теперь попробуйте сыграть глиссандо такое. Сами. А вот просто проведите. Видите, сказочный какой инструмент. Да, вот так заглушить струны, да. Вот. А суть всей игры на гуслях – это закрываются струны, которые не должны звучать. И звучат струны, которые открыты. Гусли слушаются после того, как на них сыграют. Вот вы сыграете и послушаете сейчас аккорд. Сыграйте аккорд. Вот он звучит. Еще. Хорошо. Вот если переставим два пальчика, мы получим другой аккорд. Играем. Да, еще раз. Да. Вернем обратно пальчики. Угу. Угу. Да. И сыграем еще вот этот. Можно с самого низа сыграть. Сыграть. И вернемся опять в тонику. Вот видите, вы уже научились тремя, трем основным позициям. Это основные позиции для игры на гуслях. И теперь мы открываем и закрываем нужные струны. И выбираем те, которые нам струны нужны. Все, они звучат вот так. Такой принцип игры на гуслях. А аккорды какие-то есть? Как распознать мне, какой аккорд? Вот это первая позиция. Основа игры на гуслях – это позиционная игра. Три позиции. Вот это позиция первая. Если мы два пальчика вот эти поднимаем вверх и опускаем вниз. Вот сюда. Это вторая позиция. Да. Теперь поднимаем, возвращаем в первую позицию. Это опять первая позиция. Да. И вот эти два пальца, если мы поднимаем и подтягиваем к себе, то можно доуказать на пальцы с самого низа. Это третья позиция, да? И вернули пальчики обратно. И сыграли первую позицию. Прекрасно. Сам принцип звучащего ящика изобретен довольно давно. Есть гусля двух типов. Есть так называемые крыловидные гусля. Они произошли от одного типа инструмента по форме близкого к треугольнику. И вот эти шлемовидные, как считают исследователи, возникли на Руси позже. Под влиянием культуры Западной Европы, которые в свою очередь заимствовали идею звучащего ящика после крестовых походов. В частности, европейский вариант гуслей Псалтериум имел форму буквы Т. А вот эти так называемые шлемовидные гусли – это, можно сказать, переиначенный вариант того же смысла, но в иную форму. Трапеция, которая расширяется к низу. Таким образом, вот эти гусли традиционно, как полагают исследователи, использовались для аккомпанемента пения. Это коробка, стенки, стенки из твердой древесины, деки, верхняя и нижняя, из резонаторной ель или другие виды древесины, вот такие же, резонирующими свойствами, отличающиеся. Деки укреплены, там пружины и под верхней декой, и на нижней деке пружины укреплены, потому что 15 струн от 0,8 до 0,4 стальных создает очень сильное давление на коробку, и поэтому требуется укреплять. Отверстие, голосник. Извлекая звук из струны, резонирует вся коробка. Не знаю, это исследование целое можно писать, но звук у гусли неповторим. Вот такой красивый, сказочный звук, он только у гусли. Гусли – это инструмент звука, его надо слушать. И когда вы сыграли, то есть инструмент, который надо слушать, когда сыграли аккорд, допустим, да, вот это очень важно понимать. И продолжительность звука у него очень длинная. Сейчас большой интерес именно к традиционному инструменту. И это связано с тем, что возвращение идет к народной, к национальной культуре, вот, и традиция песенного аккомпанемента, то есть гусли и песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять лет назад гусли нигде нельзя было услышать. Был вот такой провал, очень большой провал. Конечно, те, кто в музыкальных школах дети занимались, они, в общем, и занимались. Классы были открыты еще в 80-х годах, и это набирало свою силу. Но концерт, концертов массовых таких, их не было. Сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас и в Москве очень активно работают гуслеры, и их много уже. Они выросли, они стали специалистами, они все играют. И, конечно, это даст свои плоды. Надо, чтобы больше играли, больше учились играть. И, конечно, в общеобразовательных школах, я считаю, что должны быть какие-то классы народной культуры. Гусли – это импровизационный инструмент. И все, кто берут инструмент в руки, можно сразу начинать играть. Вот вы попробовали, да? Гармония, и все, и главное – уши. Слушать и играть. Слушать и играть. Слушать и играть. Субтитры создавал DimaTorzok